Всем привет! Сегодня я продолжаю рубрику о знаменитых картинах, созданных пастелью. Валентин Серов. Портрет Елизаветы Алексеевны Красильщиковой, 1906 год. Краснодарский краевой художественный музей имени Паваленко. Огромный размер для пастелью, 223 на 100. Самое интересное, что автор выполнил этот портрет на замши. Семья Красильщикова имела крупное текстильное предприятие в Североднике, Костровской губернии. 9 тысяч рабочих и 16 миллионов салатов и храблей медового производства. Заводами, мастерскими, с магазинами в России и за границей. Продукция эффективного производства славилась на весь мир. Сырьем служил лен, посева которого окружали село. В 1906 году Елизавета Алексеевна и Николай Михайлович Красильщикова приобретают в Москве особняк. Дом князей Шаховских на Маховой 6. Их доме было всегда очень много известных людей. Музыкант, художник. Портрет Елизаветы Красильщиковой был заказан в то время очень известному портретисту и молодому художнику Валентину Серову. Создавая этот великолепный портрет, художник использует посты. Одну из самых богатейших живописных техник, которая позволяет наиболее полно передать фактуру и изысканные цветовые сочетания. Парадный портрет Елизаветы Алексеевны Красильщиковой стал украшением вестибюля Московского дома Красильщиковых на Маховой 6. В феврале 1920 года семья Красильщиковых на одном из последних пароходов покинула Россию. После революции в особняке было общежитие для командированных текстильного комбината. Николай Михайлович умер в Турции от сердечной болезни. Елизавета Алексеевна вышла замуж во Франции за потомка графского рода Сергея Шереметева. Прожила долгую жизнь внучка Елизаветы Алексеевны Ирина Леонидовна Солову. В 1987 году Ирина Леонидовна посетила Россию, побывала в Краснодаре, постояла у родного дома и, конечно, посетила Краснодарский художественный музей. И сфотографировалась в восхитительные портреты своей бабушки.